Итак, дорогие друзья, если ваша кровать очень сильно трещит и начала уже под вами вести себя очень хрупко и хлипко и беспокоит по ночам, я рекомендую смазать все узлы. Для этого я использую несколько смазок. Одна самолетная для мягких механизмов и одна выдышка, чтобы прочистить все узлы. Вот такой палочкой от выдышки я прочищаю каждый узелок, который здесь есть, все что движется и потом очень тщательно прорабатываю. Это очень помогает, чтобы вновь системы все стали вести себя хорошо, без каких-либо проблем. По-моему это здорово. Давайте смажем всю кровать и проверим ее. Вот здесь маленькие такие щелочки. В них тоже нужно все пройти, а излишки убрать салфеткой. Если вы используете ВДшку, обязательно используйте ВДшку таким способом, чтобы можно было снизу собирать все эти капельки грязевые, которые упапывают на пол и так легче будет отмывать пол. Все просто. Так случилось, что у нас каркас дивана сломан. Покупать новый невыгодно. Обычно он идет либо очень дорого в комплекте, целиком весь вот этот. Либо идет так, что нужно со старых диванов снимать, либо самим изготавливать. В общем это такая вещь, которая подпружинивающая. И вот эти вот элементы, где сломано, я восстанавливаю обычным скотчем. Как правило, если скотч хорошо растянуть и замотать вокруг поломанной лунки, ячейки, то очень надежная конструкция получится. И все новенькие палочки я просто пересоединил на центральную конструкцию. Часть восстанавливал вот таким образом, но уже выпуклая часть, она не совсем здорово смотрится. А здесь вы видите, ну как бы по геометрии она не совсем совпадает. Но, по крайней мере сюда, если кто-то будет садиться на эту часть дивана крайнюю, то она не провалится и ничего не сломает. Поэтому такой скотч просто необходимость, как временное решение. Лучше всего, конечно, в будущем все это дело подзаменить. И вообще купить, ну укрывать. Как мы назовем его? Назовем это лайфхаком, так что подписывайтесь на канал. Мне нужно обязательно тысячу подписчиков, чтобы делать видео больше и лучше. Я буду счастлив, если вы сможете поддержать мой канал. Ну, в общем, каждый узелочек, каждое соединение, каждое-каждое, я везде прошелся типа кисточкой, палочкой. И смазал, ну это пока такая предварительная версия, нужно еще на другом конце то же самое повторить. И начинаем все это дело разрабатывать. Для этого нам потребуются несложные действия. Это сможет сделать любой человек. Просто соединить, сделать книжкой вашу кровать. И нужно ее туда-сюда погонять. Вот, и вот эти узлы, они начинают активно прорабатываться и смазаться. А предварительная версия очистки ВДшкой залезла в самые тончайшие края. Он должен ухватить этой вещицы на целый год. В общем, когда вы все сделали, нужно еще и прорабатывать вот такие способы. Лучше ее полностью раскрыть. Раскрыть вашу кровать. Вот так это все выглядит в открытом виде. Видите, так все это не здорово, не красиво выглядит. Но, тем не менее, это позитивно скажется. И теперь вот так вот расщелкиваем и расщелкиваем. Я думаю, примерно 50-100 таких движений достаточно, чтобы все вернуть. Подкручивать я здесь ничего не буду, потому что я в прошлом году это все делал. И как мне показалось, все было здесь идеально и все здорово. Все очень, так знаете, затянуто на совесть и ничего не разболталось. Давайте посмотрим финальную версию, когда я буду тестировать кровать. Ну, в общем, красота у нас появилась. И теперь можно сверху поверхности узлов, мы же не внутри, вот это все дело обычной салфеточкой, я использую обычную туалетную бумагу. И все это дело протереть, и чтобы никто не замарал ни диван, ни одежду. В общем, все должно быть просто классно и аккуратно выглядеть. Вот, все, у нас все готово. Все, здорово. Продолжим вторую часть. Здесь я расстилаю две салфетки, можете три. Если у вас много лишней туалетной бумаги, по всему периметру, потому что неизвестно, где будет капать. Ими же можно и протереть потом полы и все металлические части. Вот, вторая салфеточка устелилась. И теперь ВД-шкой заливаем пружины и всякой другой штуки, которая засохла за эти года. Ну, в общем, как-то так вот все это надергиваем и заливаем. Пошло дело! Пошло! И нам нужно прямо все-таки очистить. ВД-шка специально создана для того, чтобы смазывать немножечко и убирать грязь. Ей же вы и в автомобиле размораживаете замки. Кстати, очень мне помогло в этом году, когда я через заднюю дверь пробрался. В автомобиль там же залил с наружной части двери, когда я смог выбраться. Ни одна дверь не открывалась и одну еле-еле изнутри только открыл. Я ее быстренько в минус 46 градусов холода вскрыл, побрызгал туда этой же трубочкой. И через секунд 30 я уже был в автомобиле. Все клево! Наносить все так же. Здесь она, конечно, капает и выглядит это просто мерзавично. Но по-другому никак. Если у вас нет возможности кровать вынести во двор куда-то, вам придется создавать такие вот брызганьки. И на ВД-шке тоже нужно проработать, потом смазать опять этой смазкой и снова прорабатывать кровать в разные стороны. И все у вас получится. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, потому что мне нужно обязательно тысячи подписчиков. Вы мне очень нужны, чтобы я мог больше делать видео, больше полезности, больше обзоров. И быть счастливым еще сильнее, чтобы делать более качественный контент. Обязательно вам надо подписаться. Я надеюсь, вам оно понравилось. Хочу приносить больше пользы. Поэтому с вами был Костя Фест. Пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok